Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Программа «Синема». Ну что, поехали. Действительно, в последний день августа, перед началом сентября, Олег Пека и Владимир Веселов. Программа «Синема». Всем здравствуйте, всем киноманам привет. Да, всем привет. Как говорил товарищ Велюров, за окном идет дождь, а у нас идет «Синема». У нас сегодня огромнейшее количество тем, не знаю, как мы с этим разберемся. То есть, начинается Венецианский кинофестиваль, пару слов скажем об этом. 60 лет Дэвиду Финчеру, может быть, вспомним, пробежимся по каким-то этапам пути, большого пути. Не стало Горбачева, ну давайте тоже вспомним, какую роль он сыграл в том, что открыл шлюзы для западного кино, об этом тоже поговорим. И 25 лет, как ушла Леди Диана в автокатастрофе. Тут, может, ну тоже можно пару слов просто вспомнить, актрис, которую сыграли Леди Ди на экране. Я не знаю. И еще у нас тема, мы хотели взять тему лжецов на экране, отойти немножко от школьной темы, потому что понятно, что в школьных фильмах мы просто в них утонем. И их миллион, огромнейшее количество. Я думаю, что вы выберете все сами, какие хотите. И, может, какие-то еще новости обсудим. Ну что, надо стахановские нам просто методами приступать. Попробуем, хотя сомневаюсь, что все, успеем, но попробуем. Ну, я просто два слова скажу. Вот не стало Михаила Горбачева. Практически человека, с которого началась перестройка в Советском Союзе. Я за свои годы помню четырех генсеков. То есть я жил при Брежневе, Андропове, Черненко, которого сейчас мало кто вспоминает. И затем вот приход Горбачевой, когда после престарелых вот этих генсеков пришел молодой, яркий, ну, достаточно, конечно, красноречивый, хотя мы потом его упрекали за излишнюю любовь к такой болтологии. Человек, который объявил какие-то, ну, слова, которые стали непривычными. Гласность, перестройка, которые стали вообще международными. И в эпоху Горбачева сменилось руководство советской кинематографии. Открылись полочные фильмы, так называемые. Это были «Комиссары», это были «Интервенция». То, что, ну, не выпускалось с цензурой, очень много появилось фильмов необычных, зарубежных на киноэкране. Это там шла целая серия победителей в кинофестивале. Я помню «Легенда о Нараяме», народ ломился просто, ну, такого не... «Коррида любви», так это практически Нагиса Асимы, там, полупорнографический практически фильм, в который люди смотрели, выходили вот с такими глазами из кинотеатров, потому что такого не показывали до этого. И, конечно, приоткрылась немножко вот лазейка видеопрокатов, видеосалонов тогда стали открываться. Я помню видеопрокат на Арбате, я тогда учился в Москве, на Арбате там фильмы, которые предлагались сначала, первое, это Чапаев, там, еще какие-то, ну, то есть вот на видеокассетах. Естественно, никто это не брал. И потом постепенно-постепенно стали появляться вот с Джеки Чаном, с Чаком Норрисом, с Ван Дамом, Брюсом Ли. Бог знает, какие вот в видеосалонах, то есть это... Я сам помню, когда были первые показы фильма «Унесенные ветром», их показывали полуподпольно в помещениях там филармонии, там был какой-то, значит, такой полускрытый зальчик, люди приходили, чуть ли не там шепотом передавали по городу. То есть это вот все то, что открыла нам кинематограф, потому что раньше выпускались определенные, были квоты на фильмы, была жуткая цензура, из фильмов вырезали все, что там советская цензура считала неприличным или идеологически вредным. Ну и, наверное, вот один человек, который вот изменил что-то в этой системе, открыл какой-то, появился свежий воздух, и, ну, просто я, наверное, больше говорить не буду, можно переходить, наверное, к другим темам. Ну да, можно вспомнить его кто-то добрыми словами, кто-то, возможно, не очень добрыми, но так или иначе человек изменил, это человек, изменивший мир. Не многие могут, наверное, такое, ну, не о многих можно такое сказать, но Михаиле Горбачеве точно можно. Вот, поэтому сегодня день памяти его, кто как хочет, тот так вспоминает и поминает. Ну и вот 25 лет назад не стала принцесса Дианы, Леди Ди, и, опять-таки, я тоже очень хорошо помню вот этот шок, это вот первые, когда пришли сообщения, и люди, ну, действительно, это чувствовалось такое очень переживание, потому что она была невероятно популярной личностью, популярной не только в Великобритании, во всем мире. Он был какой-то такой удивительный образ, такой сказочной принцессы, которая сумела как бы вырваться из этой золотой клетки, которая пыталась наладить нормальную жизнь, она очень много занималась благотворительностью. И понятно, что с Рад, да, по-моему, еще при жизни снимали какие-то картины были, но не очень известные. После смерти, конечно, посыпались ленты, там, в 93-м году Диана, ее подлинная история сыграла Сирена Скотт-Томас в биографической ленте NBC. Был фильм, где, например, опосредованно, вот фильм «Королева» с Хелен Миррен в роли королевы, там все вроде бы о леди Диане, но скорее вот о трагедии, что произошло после ее смерти. Ну, это скорее, да, это отличный фильм, кстати, если кто-то не видел, и он именно о том, как смерть леди Дианы изменила, ну, наверное, отношение королевы и отношение британского престола к происходящему в мире. То есть смысл был в том, что до этого момента королева следовала определенным правилам, установленным очень много лет назад, и не понимала, что ситуация в обществе изменилась. И вот именно смерть принцессы Дианы заставила ее понять, что мир чуть-чуть изменился, и ей надо тоже изменяться вместе с ним, иначе может закончиться все. Ну, по крайней мере, в фильме демонстрировалось то, что британцы были готовы отказаться от монархии вообще из-за того, как королева и семья отнеслась к самому факту смерти Дианы. В 13-м году появился фильм Диана «История любви» Оливера Хиршбегеля, и там Диану сыграла Наоми Уоттс, и, наверное, ну, действительно такое было очень яркое, интересное воплощение. Я напомню, что не так давно, буквально в 21-м году вышел фильм «Спенсер. Тайна принцессы Дианы», где Кристин Стюарт тоже примерила роль. Там скорее показано вот, ну, как бы сопротивление вот ее всем этим королевским устоям и вот этим традициям. Вышел четвертый, когда сезон сериала «Корона», вот тогда появился там персонаж Дианы, там по хронологии все подошло, в исполнении Эммы Корин. Ну, и еще Дженевьев Орелли играли и Джули Кокс в фильме «Влюбленная принцесса», где в основном рассказывалось о ее романе с капитаном Джеймсом Хьюиттом. Так что, в принципе, очень, ну, много актрис сыграли, кто лучше, кто хуже. Многих бронили, что они не были похожи внешне и, может быть, ну, как уделяли каким-то только малозначимым деталям ее биографии. Ну, такого вот, я не знаю, такого фильма, чтобы вот от начала до конца вот всей биографии так вот, наверное, не появилось. Такого фундаментального. Наверное, еще в будущем. Ну, наверное, да, потому что и личность такая яркая, и, ну, наверное, есть о чем еще рассказать. Наверняка какие-то тайны остались неразгаданными. Вот, ну, и если переходить вот к юбиляру Дэвиду Финчеру, исполнилось 60 лет. Вот, опять-таки, интересно то, что у нас, я смотрю, вот в репертуаре сейчас появляется 9, 13 и 16 сентября, будет показан на большом экране бойцовский клуб. Пожалуй, ну, такая, одна из ярких, знаменитых картин. Ну, я напомню, что Финчер начинал как клипмейкер, он очень много работал. Вообще интересная история, он не учился в киношколе, то есть он просто любил, как и Тарантин, он просто обожал кино, смотрел очень много фильмов, он посмотрел, ну, вот несколько картин о том, как снимается кино. Но сам захотел снять, попросил родителей купить 8-миллиметровую кинокамеру, а затем ему удалось прибиться к студии Джорджа Лукаса. Да, он принимал участие как помощник оператора в фильмах «Возвращение джедая» и «Индиана Джонс» и «Храм судьбы». Но в какой-то момент он, казалось бы, можно было так и оставаться вот в этой индустрии, в этом как бы бизнесе, он ушел. Я напомню, парню 20 лет в этот момент было. Он бросил Джорджа Лукаса с вроде бы такими перспективами, основал свою собственную компанию и начал снимать музыкальные клипы и рекламу. И вот парнишка, который практически вот, ну, 20-летний пацан, он начал снимать клипы для Пепси Колы, Кока Колы, Найка. Он снимал клипы для Мадонны, Джорджа Майкла, «Фридом 90». Для Мадонны там и «Волк», и «Экспресс Йорселф», и еще там ряд картин очень «Бэтгерл», то есть, ну, такие очень значимые. Для Майкла Джексона снимал клипы. И в какой-то момент он вернулся в киноиндустрию и снял дебютный фильм. Ему 30 лет на этот момент, в принципе, режиссеры всегда, это, ну, обычно 40-летние люди, которые проходят какой-то опыт, там, ассистентов, там, очень долго-долго в этом бизнесе. Ему 30-летнему доверяют продолжение одной из самых известных франшиз на тот момент, «Чужой». Он снимает третий фильм, который проваливается в прокате, который все разругали. И сам Дэвид Финчер тоже, он от него открестился, сказал, что никто не ненавидел этот фильм так, как ненавидел его я, объясняя тем, что он испытывал огромнейшее давление киностудий. Ну, между тем, в прошествии времени сейчас можно оценить более, так скажем, спокойно и сказать, что фильм-то на самом деле не так и плохо и намного лучше вписывается в франшизу, чем многие из тех, что последовали вслед за ним. Ну, и к тому же, понятно, давление, потому что первый фильм снимал Ридли Скотт, второй Джеймс Кэмерон, это вообще, то есть, глыбы, так скажем, мэтры. Ну, и третий, все замерли, ожидали что-то такое, а Финчер снял такой достаточно мрачный, такой антиутопический практически фильм, в котором было больше, наверное, людей, чем в предыдущих, там была более такая камерная обстановка, тут чуть побольше было персонажей. Ну, и, возможно, это сыграло, то есть, после Кэмерона, который сделал такой крепкий боевик, Финчер сделал, скорее, такой тюремный триллер, ну, если вспомнить, то там действия происходят на планете тюрьме, так скажем, где живут заключенные, доживают свой век заключенные, пожизненно отправленные туда, и туда попадает Рипли, и туда попадает, собственно говоря, чужой. Поэтому вот там вся эта каша заваривается, ну, и, наверное, этот мрачняк весь как-то не очень публике покатил, и, соответственно, вот такая реакция. Но, тем не менее, фильм был, по-моему, яркий, достаточно старт тоже яркий, и в следующий фильм это, собственно говоря, «Культовые семьи», и он подтвердил, мне кажется, статус, так что старт у режиссера более чем заметный. Затем была очень интересная картина «Игра», где в какой-то момент, там же сначала был изначально женский персонаж задуман, и я очень хорошо помню даже пресс-кит, который мне выдавали, вот мы тогда в «Энке» еще работали, да, я очень хорошо помню пресс-кит, где был указан Джоди Фостер и Майкл Дуглас. Затем вдруг произошла неожиданная замена персонажа, вот по каким-то причинам Джоди Фостер отказалась от участия или просто не смогла, и тогда переиграли, придумали вот брата, которого сыграл Шон Пен, но Джоди Фостер потом сыграет в фильме «Комната страха» у Финчера, он как бы с ней все равно будет сотрудничать, а вот между «Комнатой страха» и фильмом «Игра», где вот ты не знаешь, что это такое, это действительно игра или это реальная опасность, то есть там такой держит напряжение, был «Бойцовский клуб». И причем «Бойцовский клуб», пожалуй, ну, наверное, считается центральным таким вот первым фильмом Финчера, который просто, ну, хотя, опять-таки, вот когда он вышел на экраны, киностудия вообще не знала, что с ним делать, очень боялась какой-то непонятный сюжет, и его промоушен этого фильма был скорее такая черная комедия про двух мужиков, которые избивают друг друга, и вот, ну, это так вот характеризовал сам Финчер, говорит, мой фильм вот просто вот в трейлере представили вот таким образом, публика была абсолютно дезориентирована, и когда она приходила, ну, она не понимала о чем, они ждали просто легкую веселую комедию, два придурка лупят друг друга, всем смешно, все смотрят, вот веселятся, а здесь вот совершенно такой черный, мрачный, ну, такой действительно фильм с двойным дном и с такой социальной сатирой, там же сам Чак Паланик потом признавался, что фильм лучше, чем книга, гораздо лучше, чем книга получился, и там были очень много, ну, интересных моментов, и то, что Финчер подговорил, я вот уже не помню, то ли, по-моему, Брэда Питта треснуть, врезать Нортону по-настоящему, то есть как будто бы все было, ну, вначале рассчитано, что это будет имитация удара, а он его отвел в сторону, говорит, а попробуй врезать ему по уху по-настоящему, и когда тот его врезал, тот взвыл, и они начали, ну, они начали друг друга лупить действительно вот реально, то есть, как говорят, что он тоже ему решил врезать по-настоящему, и это была реальная драка с реальными ударами, абсолютно без постановочных вещей. А теперь мы знаем, чем занимаются режиссеры, на самом деле, подначивают актеров, избивают друг друга. Ну, и фраза, вот первое правило бойцовского клуба, никому не говорить о бойцовском клубе, вошел в 100 величайших цитат американского кино, Джаред Лето там же появился, это, наверное, было одно из... Тут Джаред Лето, кстати, снялся и в «Комнате страха», то есть они такие друзья, видимо, с Финчером, потому что два фильма – это все-таки уже не случайность, раз приглашает второй раз, значит, хорошо сработали. А Брэда Питта и третий раз, потому что история Бенджамина Баттона неожиданна, и, господи, третий фильм был, третий тоже был, ну, «Семь бойцовский клуб» и история Бенджамина Баттона, да. Ну, и я хочу напомнить, что были затем картины, вот «Бенджамин Баттон» уже был такой достаточно коммерческий фильм, социальная сеть тоже имела большой уже успех, хотя девушка с татуировкой дракона провалилась, исчезнувшая имел такой теплый прием у публики, «Манк», может быть, он был более таким нишевым фильмом, «Черно-белый» про историю Голливуда, и вот три года молчал Дэвид Финчер, но известно, что вот в марте этого года он завершил съемки новой картины, которая называется «Убийца», «The Killer», и главную роль сыграл Майкл Фассбиндер, и еще Тильда Суинтон играет в этой картине. Пока известно только очень мало из этого синопсиса, что это фильм о наемном убийце, который испытывает какое-то вот сомнение, разочарование в своей профессии, начинает испытывать угрызение совести. Что будет дальше, там абсолютно ничего не известно, нет пока ни трейлера, ни, ну, несколько фотографий буквально со съемочной площадки, и все, больше ничего. Ну, еще можно вспомнить, что Финчер, так скажем, представлял с 17-го года сериал «Охотник за разумом», отличный сериал такой тоже про маньяков, ну, частично основанный на реальных событиях, частично выдуманный, конечно, о том, как ФБР начинает разрабатывать именно, начинает ФБР работать отдел, посвященный изучению поведений различных маньяков, и, соответственно, главные герои, вот несколько сотрудников этого отдела, которые только-только начинают, ну, начинает изменяться восприятие таких преступников, то есть раньше никто не думал о том, что у подобных преступников есть какая-то, ну, логика в их действиях и прочее, и эту логику надо изучить, чтобы поймать таких, ну, похожих людей и прочее, то есть раньше об этом никто не думал, и вот только сейчас по сюжету только вот они начинают об этом задумываться и с помощью, опять же, то есть ведут опросы уже пойманных маньяков, чтобы придумать, как ловить следующих. Ну, сериал, ну, первые два сезона вышли отличные, но почему-то дальше он завис, и снимать его никто не хочет, и фанаты, на самом деле, в большом разочаровании, и ожидают, я в том числе, например, я очень жду, когда его, наконец-то, продолжат снимать, но, наверное, Финчеру не до этого бывает такое. Но он снимал вот последний год, он был очень плотно занят съемками фильма «Убийца», потому что он с 21 года снимал его, а еще он же исполнительный, по-моему, был директор, исполнительный продюсер «Карточного домика», то есть с него это тоже началось, и он там, по-моему, какие-то первые серии сам снимал, и затем уже просто передали другим режиссерам по эстафету. То есть это, в принципе, ну вот ему 60 лет, все ждут от него новых работ, и, в принципе, все отмечают у него очень необычный визуальный стиль, он любит снимать и такие вот, ну, как бы мрачные, темные кадры, он снимает гнетущие такие помещения, у него обязательно фонарики, которые разрезают темноту, у него появляются очень часто такие, ну, неприятные персонажи, как олицетворение зла какого-то такого, персонифицированные, и очень необычные углы, под которыми он снимает, всегда вот съемка тоже такая, ну, необычные ракурсы, невозможные съемки, когда камера пролетает вот через какие-то сквозь предметы, там, ну, совершенно какие-то такие невероятные, облетает там так, что это кажется невозможным. Ну, в общем, да, в общем, самобытный режиссер, и мы надеемся, я, по крайней мере, надеюсь увидеть новые работы, в том числе и продолжение сериала «Охотник за разумом», ну, и другой тоже, на любое другое тоже согласен, поэтому поздравляем с юбилеем, и, так скажем, мы надеемся, что на пенсию он не собирается, как тот же Тарантино, а все-таки продолжит творить. Ну, может, про премьеры, скажем? Да, давай. А то мы их так зажали, на самом деле, потому что из премьер хочется отметить просто, что выходит повторный прокат «Человек-паук», нет пути, как там было, нет пути... Домой. Домой, да, и создатели решили сделать очень такой хитрый ход, они решили выпустить фильм в повторный прокат, назвав это, типа, веселая версия, то есть добавив 11, ну, как пишут, по крайней мере, дополнительных 11 минут, выпустив это как режиссерская, не знаю, как режиссерская или версия, версия, вот, каких-то шуточек добавив и прочее. Ну, на самом деле все говорят о том, что в данный момент в списке самых прибыльных фильмов всех времен «Человек-паук» этот находится на шестом месте и с миллиардом девятьсот миллионами вроде как. То есть чуть-чуть не хватает, да, заветных двух миллиардов, и вот этот повторный прокат, он как бы должен помочь, возможно, даже сделать его, поднять на пятое место, потому что там чуть, ну, где-то 150 миллионов не хватает каких-то прям несчастных, чтобы он поднялся строчкой выше. И вот, собственно говоря, все надеются, что фанаты, соскучившись по этому фильму, который, на самом деле, вышел не так давно, они снова побегут в кинотеатры. Ну, возможно, так оно и будет, потому что новый фильм про «Человека-паука» еще только планируется. Если кто соскучился, может снова посмотреть, увидеть эти дополнительные одиннадцать минут, которые, возможно, как-то компенсируют, значит, остальные, которые ты уже видел. Это вот, кстати, по-моему, кинокулт собирается показывать, вот новую версию «Человека-паука», и там, я смотрю, в планах в конце сентября уже будет аватар повторно тоже запустят, но чтобы мы так чуть-чуть освежили в памяти, перед тем, как выйдут уже продолжения, снятые Джеймсом Камероном. Да, это, кстати, тоже позволит аватару чуть-чуть поднабрать денег, чтобы оторваться, а то его там «Мстители» финал поджимает, с первого места уже скидывал одно время, потом аватар опять вернулся. Возможно, если аватар выпустит повторный парокат, он поднаберет чуть-чуть денег и уйдет в больший отрыв, чтобы не беспокоиться. Ну, а вторая часть, не знаю, насколько она сможет все-таки попасть в этот топ, потому что, несмотря на то, что обещают, опять же, я читал вчера или позавчера, прям какие-то революционные сложности съемки, все-таки вторая часть, что и говорить, ну, все-таки она не первая, не оригинальная, и тут надо постараться, чтобы зрители не сказали, а, вот, в первой было лучше, в первой уже все сказано, а вы тут повторяетесь и прочее. Ну, будем надеяться на талант Кэмерона, на его, как бы, чувство стиля и вкуса, все-таки раньше оно не подводило, наверное, и надеюсь, что в этот раз тоже так будет. Вот, посмотрим. Ждать осталось, слава богу, недолго. Ну, поразительно, что этим проектом он занимается уже, бог знает, сколько лет, потому что вот его до-аватаровский фильм, это был «Титаник», то есть вот он снял «Титаник», и он начал уже больше 20 лет, получается, 23-24 года заниматься аватаром, то есть, ну, вот одним проектом это кажется, ну, каким-то уже совершеннейшим, ну, даже, я бы сказал, безумием, так, слишком увлеченным. Ну, вот из новинок я посмотрю, что «Пес-самурай», значит, в городе кошек, анимационная лента детская, и еще французская комедия «Лыжец», где весь сюжет вот как строится на том, что герой все время придумывает, что, ну, какие-то придумывает о себе всякие байки, и что бы было, если вдруг все, что он придумывает, начинает сбываться. То есть вот такая фантастическая ситуация, ну, и на этом строится сюжет этой французской комедии. Да, я просто хотел еще напомнить, есть что-то еще по новинкам? Ну, по новинкам фильмов нет, можно, если вот только какие-то новости про кино можно вспомнить. Да, я просто хотел сказать, что вот, ну, наверное, главная новость, то, что сегодня начинается Венецианский кинофестиваль, причем там есть такая разница в циферках. С одной стороны, это 79-й международный кинофестиваль по счету, но с другой стороны, он отмечает в этом году 90-летие. Ну, там причины были просто во время войны он не проводился, там, очевидно, еще какие-то были пробелы. Но юбилей все-таки 90 лет – это очень внушительная цифра, и в этом году он в самом деле обещает очень много ярких картин. Среди этих картин, вот, ну, во-первых, его возглавляет Джулиана Мур в этом году. Среди этих картин будет 23 картины, которые будут бороться за «Золотого льва», и это будет «Блондинка» с Анной де Армаз в роли Мерлин Монро. Уже есть трейлеры этой картины, и можно так оценить, насколько Анна де Армаз, ну, кубинская, испанская актриса, она вжилась вот в эту роль все-таки… Очень сложно сыграть легенду кино, то есть вот актрисе сыграть гиперпопулярную актрису. Говорят, как минимум, визуально очень похоже. Ну да, визуально похоже, но посмотрим, как это все сложится. Потом очень интересный фильм «Кит» Даррена Ароновски. Там Брэндон Фрейзер специально набрал очень большой вес для этой роли. Ну и он вообще, в принципе, красавчик из мови, он достаточно так сильно изменился. Еще обещают, что будет очень такой необычный фильм «Луки Гуаданиньо» с Тимоти Шаламе. Я напомню, что их прошлая совместная работа как раз сделала Тимоти Шаламе звездой «Назови меня своим именем» этот вот фильм. И у них новая работа, она несколько такая шокирующая. Это история первой любви, описанная в одноименном романе писательницы Камилы де Анджели. И рассказывается 16-летней девушке Марлен и бродяге, которые путешествуют по Америке и плюс к этому кушают людей. То есть вот влюбленные каннибалы. Да, и добавило пикантности этой истории то, что вот в том самом фильме «Назови меня своим именем» вторым главным героем был актер Эрми Хаммер, который как раз был обвинен в таком псевдо-каннибализме. Вот. И, в общем, вот эта вот тема ханнибализма, она как-то начала витать над этим режиссером. И в результате он был вынужден оправдываться, говорить, что ну вот это просто фантазия. Не было никакой, нет у меня никакой связи с актером Эрми Хаммером и его какими-то там закидонами. Вот. Ну, в общем, вот так совпало просто. И совпало достаточно любопытно, наверное, но, наверное, не для режиссера. Еще будет показан фильм оскароносного режиссера Флориана Зеллера «Сын». Фильм по его собственной пьесе. И среди исполнителей там Хью Джекман, Лора Дерн и Энтони Хопкинс. Так что очень такой супер тоже звездный состав. Еще обещают картину Альхандро Консалеса «Иньяриту», который открывал когда-то венецианский фестиваль Бёрдманом. У него будет новая картина «Бордо» или «Фальшивая хроника нескольких правд». И это первый фильм «Иньяриту», который он снимал в родной Мексике. Вот первый за 20 лет. Так что, в общем, очень много интересных. Там будет фильм, последний фильм Ким Кидука. Я напомню, что этот режиссер южнокорейский скончался в Риге от коронавируса и заканчивала картину уже без его участия эстонский продюсер этой ленты. Так что фильм тоже, ну, зов Бога обещает быть чем-то таким, ну, из ряда вон выходящим хотя бы по этому, по этой причине. В общем, фильмов очень много. Картины, вот будем надеяться, что что-то доберется до нас, до наших экранов спустя какое-то время. Ну, да, очевидно, если что-то будет пользоваться повышенным. Как отреагирует публика, как отреагируют критики. Исходя из этого, соответственно, то, что пойдет, наверняка дойдет и до наших экранов, к нашей радости. Ну, а если переходить к новостям, да, то просто вспоминая прошлый выпуск, хочется сказать о том, что буквально в пятницу стартует сериал по «Властелину колец», да, то есть все кольца власти. Отзывы уже появились критиков, которым показали первые две серии. В принципе, они достаточно позитивные, положительные, то есть все говорят, что сериал хорош, что не стоит его сравнивать с фильмами. Ну, хоть он и не теряется на фоне фильмов, сравнивать особо не стоит, но, в общем, фанаты затаили дыхание и ждут. Ну, неизбежно, конечно, сравнение с «Домом драконов», о котором ты говорил. И вот я читал, что вторая серия этого сериала набрала еще больше просмотров, чем первая. То есть, значит, все хорошо, значит, фанатам все понравилось. И уже говорят о том, что он продлен на второй сезон, то есть все будет катиться, колесо покатится дальше. Ну, то есть у поклонников фэнтези будет жаркий сентябрь, так скажем, будет что посмотреть. Ну и отдельно хотелось сказать о том, о чем в прошлой неделе еще думал, но не успел. О том, что вышел такой трейлер фильма, ремейка, американского ремейка «Иронии судьбы». Вот. И тут вот я заглянул на сайт наших кинотеатров и обнаружил, что его будут тоже показывать у нас. То есть... Совсем скоро? Через, по-моему, две недели? Ну, через неделю, на самом деле, 9 сентября. 9 сентября его покажут у нас. То есть еще недавно он не значился, а теперь вот появился. Ну, у нас его назвали «Незатейливая ирония судьбы», просто в России он вышел под названием «Ирония судьбы» в Голливуде, а в оригинале он просто называется «О судьбе». Ну, сюжет, в принципе, где-то совпадает, где-то не совпадает, насколько я читал. Да, вообще не совпадает. Ну, судя по трейлеру, он вообще не совпадает, кроме одного момента, что просыпается герой, ну, перепутал дома, и он просыпается в чужой постели, в чужом доме. Ну, вот не знаю, по крайней мере, на плакате, ну, вот в латвийском плакате фигурирует как минимум один веник лежит на кровати, так что значит уже что-то, значит уже как минимум баня должна быть, я надеюсь. Но я как-то вот в трейлере не заметил, я очень внимательно пересмотрел даже несколько раз этот трейлер, и мне, честно, показалось, что это абсолютно такая стандартная романтическая голливудская комедия, но такой ром-ком, где вся вот интрига заключается в том, что вот героиня Эммы Робертс, которая... Робертс? Робертс, да, которая, ну, племянница Джулии Робертс, которая обнаруживает у себя там незнакомца, ее бросил парень, и она хочет взять, ну, вот на свадьбу свои там подруги или сестры, там я уже не помню всех этих деталей, вот этого незнакомца, ну, потому что вот неловкая ситуация, она не хочет говорить о том, что ее бросил парень. А этот парень приходит на свадьбу и пытается восстановить отношения, и она оказывается в такой очень пикантной и сложной ситуации, кого из них выбрать, и у этого парня тоже есть девушка, ну, то есть вот у этого, который напился и проснулся в ее доме. Ну, да, на самом деле, конечно, очевидно, что никакого культового статуса в Америке этот фильм не заработает, это просто однозначно, тут не надо особо там Носрадамусом быть, но тем не менее, наверное, нас порадует, хотя вот я тоже не заметил там этой игры с тем, что они из разных городов, этого, по-моему, тоже нету. В этом плане, конечно, если кому интересно, можно посмотреть индийский ремейк, там все более приближенно к оригиналу, причем фигурирует в индийском ремейке, фигурирует тоже Америка, там герои живут в Нью-Йорке и в Чикаго, по-моему, и вот попадают напившиеся в сауне с друзьями тоже индийцы, попадают в другой город и там тоже в квартиру к индианке. А будут ли песни и танцы, вот это главное? Да, 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 в конце они обязательно там в сауне, и в сауне они тоже танцуют и поют. Ну, в общем, все по правилам. Под песню «Никого не будет в доме». Все по правилам. Ну, во всяком случае, от этого ремейка, честно говоря, ну, большого, конечно, я понимаю, не нужно ждать какого-то эффекта. Ну, да, вот просто фановое такое развлечение, ну, посмотрим, насколько оно будет хорошо, насколько будет плохо. Ну, еще хотелось сказать, если кому-то просто для информации, что в России, например, стартовали съемки второй части «Холопа». Это, на минутку, это самый прибыльный российский фильм за всю историю, вот, при том, что главной роли снимается сербский актер Милош Бикович. Вот, и было очевидно, что раз он стал самым прибыльным, то съемки второй части состоятся скоро, и вот они начались. По сюжету там особо ничего не изменилось. Кто смотрел, тот понимает, о чем речь, там, значит, о том, как перевоспитывают золотую тех самых мажоров при помощи обмана, о том, что они попали в прошлое, в какие-то там крепостные времена. Вот, ну, тут, видимо, будет тоже обыгрываться примерно та же схема, только уже теперь в главной роли Аглая Тарасова, ну, и тот же Бикович тоже. Ну, в общем, кому интересно, может быть, дождется, собственно говоря, этого тоже кино. Ну, и надеюсь, что мы не дождемся, но появилась новость, что снимают продолжение «Приключения электроников». Внезапно исполнитель главной роли, один из близнецов, заявил, что вот прямо вот нашелся человек, которому удалось адекватно объяснить, где электроник пропадал 40 лет, вот, и почему он стал старым, вот, и поэтому они сейчас, значит, сделали сценарий и что-то даже снимают. Ну, я, честно говоря, просчитав это, не очень обрадовался, потому что сомневаюсь, что получится снять что-то адекватное, но, тем не менее, ну, может быть, и не снимут, учитывая, какие нынче времена, вот, но как новость просто любопытна. Ну что, у нас, на самом деле, надо заканчивать передачу. Я так понял, что фильмы про лжецов, которые вот я тут целый список себе накидал, набросал, может быть, мы прибережем для следующего раза. А пока всем пожелаем хороших фильмов, хорошего настроения, прекрасного начала учебного года для тех, кто, для учителей, для всех учеников. Ходите в кино, смотрите любимые фильмы. Всего доброго. Всем пока.